Всем привет, друзья! Вчера в магазине я купила 7-дневные маски-смузи для лица. Я подписана на магазин, в котором продают вот эти масочки, и очень часто видела отзывы, хорошие отзывы об этих масках. Но ни разу в магазине вот этих масок я не видела. И вчера я пошла покупать порошок, чисто случайно увидела вот эти маски. Естественно, я купила, потому что их цена очень дешевая. За 7 масочек цена, переводим на наши деньги, 1 доллар и 10 центов. Это дешево за 7 масок. Описание полностью всей упаковки на английском языке. Я перевела состав, и если верить составу, то здесь идут только натуральные масла, много витаминов, и маска очень полезна для кожи лица. Мне понравилась упаковочка, потому что упаковка яркая, красивая такая. У нас на улице сейчас зима, пасмурно, холодно, а упаковка прям поднимает настроение и отправляет меня в лето. Я очень соскучилась за летом, а вот эта вот яркая упаковка мне подняла настроение сразу. Сначала я подумала о том, что это маска. Она обычная маска, которую кладёшь на лицо, и спустя время снимаешь. Здесь, кстати, маска. Маску нужно наносить, через 15-20 минут снимать её, и эффект будет виден сразу. Так написано и в отзывах, которые я читала, и здесь, в описании к этим, ко всем масочкам. Каждая маска по 10 миллиграмм. Я сначала подумала, что маска, которую обычно ложишь, потом снимаешь. Потом, когда я уже потрогала сам пакетик, я посчитала то, что маска будет, на самом деле, выглядеть как смузи. Что здесь консистенция будет такая, как смузи, потому что упаковочка самая мягкая. А в итоге я посмотрела видео в ютубе. Видео в ютубе об этих масках, их 2 или 3 всего лишь, и они не на русском языке. Посмотрев видео, я поняла, что маску выдавливаешь на руку, наносишь на лицо, и она высыхает. Однажды у меня был опыт, я вообще масками никогда не пользуюсь, но у меня однажды был опыт, когда я жила в Турции, я купила маску, чёрную маску, против снятия... В общем, маска, чтобы удалять чёрные точки. И вот эту маску чёрную я нанесла на лицо. А снимать я уже её снимала с моей соседкой. Может быть, я её тонким слоем нанесла, может быть, она на самом деле была некачественная. Но вот эта маска, она настолько прикрепилась к моей коже, что я думала, сниму кожу с лицом. Вообще, кожу с лица просто сниму. Потому что очень-очень она прикрепилась к моему лицу. И уже соседку я позвала, мы её и ацетоном снимали, и мицеллярной водой у нас ничего не получалось. И мылом, и шампунью, и мочалочками. И после этого я... Не после этого, я и до этого масками никогда не пользовалась. Но захотелось попробовать. Как раз пошёл пик чёрных масок. И захотелось попробовать, я и попробовала. Вот эти вот маски. Они поднимают настроение только от своего вида. Так, сейчас маску я открываю. Очень-очень интересная упаковочка. 10 мг внутри упаковки. Кстати, пахнет шампунькой. Вот я открыла, пахнет шампунью. Выдавливаем маску на руку. Вот такая густая-густая. Пахнет шампунькой. Вот так вот она выглядит. Здесь, кстати, каждая маска, она подписана... На каждой маске написана информация. Ой, я даже не знаю, как я её буду надевать. Нужно быстро, потому что я её открыла. И она вот так вот... Так, тонким или толстым слоем её... Не знаю, получится, не получится, тонким или толстым слоем её накладывать. Но она у меня начинает, походу, застывать. Её надо прям открыл и быстро-быстро нанести. Плохо то, что я волосы не собрала. Это очень плохо. Кстати, она прям начинает очень быстро схватываться. А сейчас запах ацетона пошёл. Ах, аж глаза пекут. Ой-ой-ой. Ах! Она начинает быстро схватываться. Её моментально нужно открыл и сразу, вот сразу, сразу использовать. Я открыла, пока нюхала, пока рассматривала пакетик. Она быстро начала высыхать. Так. Я чувствую, уже она начинает схватываться. Я выключаю пока видео. И как только маска вся полностью застынет, я видео включу, потому что не вижу смысла тянуть время. Вообще, очень пекут глаза. Вот такие вот у меня руки. Ацетон прям. Ацетон или спирт или что-то такого. Запах такого чего-то. На каждой маске здесь описана информация. И я с помощью переводчика на телефоне перевожу. В общем, ждём, пока высохнет. 20 минут прошло. И можно заметить, что маска у меня местами высохла. Так как я её неравномерно нанесла, она у меня так же самая и высохла. Если я сделаю вот так вот лоб, можно заметить, что у меня здесь лоб высох. И масочку можно снимать. Но с этой стороны я её неравномерно нанесла. Здесь больше слой. Здесь тоньше. Здесь высохло. А здесь нет. Поэтому я минут 10 ещё подожду. Но, если честно, ждать не могу, потому что она всё очень стягивает. Всё. Хочется снять поскорее маску, потому что очень-очень стягивает. С этой стороны не чувствуется. Всё остальное, область лица, очень-очень стягивает. Минут 10 я ещё подожду и сниму. Прошло ещё время. И я начинаю снимать, потому что времени больше не вижу смысла ждать. Мне понравилось тем, что маска, вот как я её нанесла. И с любой стороны, где вот сейчас на неё цепится, оно начинает отходить. Ту чёрную маску, которую я покупала, она просто не откреплялась вообще ни с какой стороны. А вот здесь, посмотрите, она высохла. Высохла? О-о-о! Вот этот момент не из приятных, я вам скажу, потому что... Больно. Ой, прям больно-больно. Ой, какая кожа под маской, какая она влажная. И какая она нежная, вообще прелесть. Я пользуюсь... Раз в три дня пользуюсь скрабом для лица. Но маски никакие я не применяю. И даже, знаете, после скраба кожа не такая вот нежная, как сейчас. Вообще прелесть. Больно. Больно снимать маску, но терпимо. А кожа какая мягкая, вообще прелесть. Виден эффект или нет сразу. Я сейчас сниму маску, еще увлажню и намажусь кремом. А потом уже расскажу вам дальше. Сняла я маску, умыла с теплой водой, вытерла с полотенцем. И вы знаете, каждый раз после умывания пользуюсь увлажняющим кремом для лица. В этом случае мне увлажняющий крем не понадобился. Кожа нежная, как у младенца. Кожа влажная, маска увлажняет кожу лица. И по пятибалльной шкале я этому всему набору ставлю оценку 5 с плюсом. Потому что, если с первого пакетика такой результат хороший, думаю, к последнему пакетику. Я, может быть, тоже буду искать вот эти маски для того, чтобы периодически ими пользоваться. Маска на самом деле очень хорошая. Единственное, что нужно пользоваться, в какой бы вы день ни купили, в какой бы вы день ни начали пользоваться, нужно пользоваться обязательно с понедельника. В среда или четверг вы начинаете пользоваться. Всегда нужно брать первый пакетик и начинать с первого пакетика. Потому что в первом пакетике находится маска, такая, как у меня была сегодня. Во втором пакетике, вот вторник, здесь уже гель. Можно прочитать с обдоратной стороны пакетика. В третьем пакетике здесь уже абсолютно другая консистенция. В общем, каждая маска, каждый пакетик делает свою функцию. Здесь более густая консистенция. Поэтому, когда бы вы не начали пользоваться этими масками, надо начинать с первого пакетика. И я результатам очень рада, поэтому эти маски я рекомендую. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!